В штабе Тихоокеанского флота на берегу бухты Золотой Рог три ночи подряд не выключали свет. За десятки тысяч миль отсюда в Индийском океане большой противолодочный корабль приморской флотилии маршал Шапошников спасал нефтеналивной танкер Московский университет. ЧП случилось после того, как тихоокеанцы провели через опасную зону очередной караван и возвращались в исходную точку. Нам сообщили, когда мы стали действовать, что мы единственный более близкий корабль к этому суду, на который напали пираты. Мы находились на удалении 345 миль. Это Шапошников, он находился в районе южнее острова Сокотра. А это то судно Московский университет, на которое напали. Почти сутки на полном ходу на разведку к захваченному танкеру вылетает палубный вертолет. Однако пираты встречают его огнем и стрелкового оружия. Летчики дают ответные очереди. В это время вся команда танкера уже в относительной безопасности. Морякам удалось забаррикадироваться в одном из отсеков. В этой ситуации еще и экипаж судна проявил, я бы сказал, мужество. Потому что и по ним применялось оружие и во время захвата, и после того, как они уже находились в одном из помещений корабля, по нему тоже применялось оружие. И до самого последнего, вот у нас, когда наш корабль подошел и старший связывался с ними, у нас, к счастью, связь была, там был радиотелефон. Он говорил, несмотря ни на что, значит, применяйте оружие и уничтожайте пиратов. Мы сделаем все, чтобы не допустить их в это помещение, не допустить какого-то взрыва или пожара на судне. Военный корабль идет на максимальное сближение с захваченным судном, пираты опять открывают огонь. В ответ работает корабельная артиллерия и крупнокалиберные пулеметы. Чтобы не допустить пожара, оружие российские военные применяют скорее для психологического воздействия. Очереди и снаряды летят в воздух. Пока захватчики отточены перестрелкой, к танкеру направляются три штурмовые группы на катерах. Где-то на 22-й минуте примерно, на 21-22 минуте, пираты выбросили белый флаг, вышли на палубу, сдали оружие. И после этого мы уже полностью начали зачистку этого судна. Когда группами наших матросов, наших морских пикатинцев мы полностью осмотрели судно, тогда уже сообщили гражданскому экипажу, его вывели из помещения, где они находились все время, и начали совместно восстанавливать это судно. Пираты успели серьезно повредить радиолокационное оборудование, навигационные приборы и вывели из строя силовую установку. Ее восстанавливали военные инженеры. И уже сегодня Московский университет был на ходу. Танкер под военным конвоем направился в ближайший порт к острову Сокотра для полной технической реабилитации. И вот Эльдар Ахмеров сейчас на связи, если позволите, я ему отвечу. Эльдар Федорович, доложите обстановку сейчас, какая у вас? Как чувствует себя экипаж судна и корабля? Хорошо, дадите ход, доложите. Все это время во Владивостоке за военных моряков переживали жены и дети. И даже теперь, когда уже все позади, они улыбаются сквозь слезы. Конечно, я себя подбадривала. Говорила, что все будет хорошо, так как надо. Но так от телевизора они отходили, каждый час новости, все это слушали. Экипаж танкера, который почти сутки сидел, укрывшись, ждал и надеялся помощи, я думаю, что они тоже были уверены в наших мужчинах. Они были уверены в своей стране, которая не брусит их. И я думаю, что они знали и надеялись, что им помогут, их спасут. В конце февраля на этом пирсе женщины провожали своих моряков в дальний поход. Для мужа Фариды это уже не первая схватка с африканскими морскими разбойниками. В прошлом году, когда наш папа также ходил в Адонский залив, он там поймал 29 пиратов. И я так думаю, что теперь даже пираты знают, что когда приходит Ахмеров в Адонский залив, что лучше стоит сидеть дома. Муж Фариды говорит, что успех операции в колоссальной подготовке, которую тихоокеанцы практикуют перед дальними походами. Для десантирования на захваченное судно летчики учатся садить свои машины на палубу на полном ходу. Спецназ морской пехоты отрабатывает высадку и зачистку всех помещений от трюма до ходового мостика. Примерно через месяц моряки маршала Шапошникова завершат боевое дежурство в Адонском заливе и вернутся на главную базу Тихоокеанского флота во Владивосток. А следующими на вахту в Индийском океане заступят моряки большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». Максим Борисов, Александр Федоров, Вести, Владивосток.